Всем привет! Вы слушаете подкаст русской службы Би-Би-Си. Что это было? Меня зовут Олег Антоненко. Сегодня мы поговорим о том, кто будет новым президентом Ирана. Выбор между двумя кандидатами. Одного из них зовут Масуд Пизешкиан. Он набрал больше всех голосов, но недостаточно, чтобы победить в первом туре. Его называют самым умеренным из кандидатов на пост президента. А его соперника во втором туре, который пройдет 5 июля, Саида Джалиля, характеризуют как консерватора. Напомню, что досрочные выборы в Иране проходят из-за гибели президента Ибрагима Рейси в авиакатастрофе 19 мая. О том, кто его заменит и почему это важно, мы поговорим с автором телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никитой Смагиным. Никита, здравствуйте! Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok аналогию с Россией, не знаю, насколько она уместна. Скажем, что великий Айтала Хаминеи – это высший руководитель Ирана, как, например, Путин в России, только ему не нужно устраивать электоральных действий, которые не имеют практического смысла, но важны символически. А вот президент Ирана, которого выбирает, это, по сути, премьер-министр, и это, как если бы в России на пост премьера проходили выборы, относительно честные, но на них допускали бы только лояльных верховному правителю кандидатов. Ну, например, Мишустин боролся бы с Грефом, Набиулиной и Белоусовым за этот пост. Вот насколько эта аналогия имеет право на жизнь для того, чтобы просто объяснить политическое устройство Ирана? Ну, я думаю, если мы упрощаем и срезаем острые углы, то вполне, почему нет. Да, то есть это рамка такая, то есть я бы, конечно, сравнил духовного лидера скорее с руководителем главой конституционного суда, но которому еще подчиняются военные, да, и еще у него есть определенные аппараты и так далее, у него это дополнительные полномочия, вот что-то такое. Но вообще, в принципе, по мере значимости, ну, наверное, наверное, да, можно что-то подобное сравнить, чтобы так в общих словах упростить. Если так в целом, то не на бумаге, а на деле, как это работает, то духовный лидер задает стратегию развития государства, он задает красные линии, за которые нельзя переходить, и вмешивается только тогда, когда это что-то очень важное. В остальном это отдается на откуп исполнительной власти, она реализует текущую стратегию, не во всем, конечно, но во многих вещах, и так дальше это работает. И, соответственно, если вдруг что-то происходит не так, то, как правило, духовный лидер склонен все это свалить аккуратненько на президента, что это он все не так сделал, что-то вот мы только вроде как за общий вектор отвечали, а он там неправильно реализовал. Ну, то есть, по сути, это действительно аналогия уместна с премьер-министром президента, да, то есть это глава исполнительной власти, человек, который выполняет, решает какие-то насущные проблемы страны в масштабах всей страны, да, по сути дела. Да, примерно так, то есть обычно так и сравнивают, то есть премьер-министр, который выбирается на несвободных, но конкурентных выборах. Давайте тогда, собственно, поговорим об этих несвободных, но конкурентных выборах. Кто такой Масуд Пизешкиан, который набрал больше всех голосов в первом туре, если я не ошибаюсь, 10,5 миллионов примерно, да? Вот что об этом человеке надо знать? Ну, я думаю, что главное, почему он вообще вот в этой когорте и почему он считается реформатором, это то, что он занимал пост министра в кабинете Хатами. Хатами – это президент-реформатор, который, вот, можно сказать, образцовый президент-реформатор. Тот человек, который с 97 по 2005 год был во главе государства, который продвигал концепцию диалог цивилизаций, вот, то есть это в противовеску с Хантингтоном, да, его столкновением цивилизацией, он говорит, нет, нам нужен диалог цивилизации. И Иран будет, как бы, это все продвигать. При нем же, фактически, появилось альтернативное мнение в СМИ, то есть когда оказалось, что есть средства массовой информации в Иране, которые высказывают точку зрения не ту самую, которую высказывают условно-консервативные медиа, да? Вот, то есть при нем зародилась некоторая вот основа вот этого курса реформаторского, когда мы более открыты миру, более готовы разговаривать с Западом, диалог вести, и при этом потихонечку, как бы, ослабляем гайки внутри страны. Вот примерно это так выглядело. Опять же, это нужно понимать, что это все равно исламисты, это все равно реформаторы, все равно исламисты в рамках структуры, но это исламисты, выступающие за либеральные реформы, определенные не все, и за большую открытость Западу, миру и мировому сообществу в целом. Насколько я понимаю, один из пунктов программы этих людей, Масуда Пизишкиана в том числе, это убрать, да, как-то завершить действия работы вот этих вот патрулей, которые наблюдают за нравами, затем носят ли девушки головные уборы, вот расскажите об этом. Да, речь о исландском дресс-коде, хиджаб, то есть я напомню, что хиджаб это не только про платок, это вообще дресс-код, который предполагает, что у девушки должна быть покрыта голова, закрыты руки и ноги, то есть руки до запястья, ноги вплоть до лодыжек, покрыты. Вот, ну и, разумеется, не обтягивающая одежда. Кстати, дресс-код есть и для мужчин в Иране, то есть, например, в шортах тоже нельзя выйти на улицу, это запрещено. Другой вопрос, что мужской дресс-код не так сильно, во-первых, обременяет, а во-вторых, не так сильно за ним следят. Я бы сказал, что на самом-то деле, и это тоже очень важно понимать, что Пизишкян не говорит, что он уберет полицию нравов. Он ничего такого не обещал, и ни один кандидат этого не обещал. Он в общих словах говорил, что вроде как не очень-то хорошо она себе ведет, эта полиция нравов, что, в общем-то, надо с хиджабом по-другому нам надо с ним бороться, по-другому с этими проблемами сталкиваться. То есть, на самом-то деле, он вот эту основную, во-первых, принципиально, никто и никогда в этой системе, пока хамены жив, я думаю, как минимум, не скажет, что нужно отказаться от хиджаба. То есть, это, я думаю, практически невозможно представить. Тот же Пизишкян, он давал определенное обещание. Например, он сказал, что я стану президентом, Иран подпишет конвенцию об авторском праве. Иран не подписал сегодня конвенцию об авторском праве. Это значит, что Иран имеет право воровать у всех интеллектуальную собственность в любых масштабах, и у него имеют право все воровать интеллектуальную собственность в любых масштабах. То есть, агентство новостное в Иране свободно берет в открытом доступе фотографию и у себя публикует, и вы можете у агентства, которое в Иране, свободно брать их фотографию, ничего за это не платя, это не нарушение авторского права. Петюшкян говорит, я обещаю, что когда я приду к власти, вот это будет подписано, и мы будем, вот, по поводу хиджаба ни одного обещания он не дал. Он просто в общих словах говорил, что это не очень хорошо, что, в общем-то, полиция нрава все-таки не должна себя так вести, и нам надо бы как-то по-другому это все решать, там, воспитанием заниматься, как-то еще там о чем-то говорить. В принципе, говорит, что плохие законы и плохо они реализуются, и там критиковался и с этим, например, мэра столицы Закони, который тоже баллотировался на выборах, но в итоге снял свою кандидатуру перед этим. Говорит, что это вот он виноват. Вот, в том-то и дело, что, как бы, опять же, любопытно, что он на закатне это говорил, он не говорил, что верховный лидер в этом виноват, например, да, или откуда-то оттуда поступает. Нет, 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 он прямым текстом это все не говорил. То есть, он очень в рамках нормы допустимого, которая вот здесь обозначена консервативной элитой, он в этой норме действовал и действует, так что тут не нужно переоценивать его реформаторство. Угу. Но, тем не менее, вот позиционировал он себя как реформатор, да, умеренный реформатор вот в тех рамках, которые вы описали, и тем не менее, вот это вот его первое место в первом туре с довольно серьезным отрывом, почти в миллион голосов от второго места, от Саида Джалиля, о котором мы поговорим чуть подробнее позже. Это неожиданность, то, что он первое место занял? Ну, вообще да, вообще да, конечно. И лично для меня это была серьезная неожиданность. Я, конечно же, ставил на Галибафа. То есть, Галибаф – это человек, который в этой всей компании выглядел наиболее авторитетным человеком, у которого есть какой-то электорат и все такое. Он, правда, ни разу не выиграл выборы президентские, а очень несколько раз на них баллотировался, но тем не менее. Но в целом это, скажем так, как минимум любопытно. Тем более, что, я бы сказал, для меня, как человека, который наблюдает за этим, даже очень любопытно, потому что, ну, во-первых, если брать участие людей, населения в выборах, вот эту политическую апатию, которая царит в Иране по поводу всего происходящего, она только усиливается, апатия усиливается. То есть, у нас снова новый антирекорд по явке. Антирекорд по явке. И это говорит нам о том, что в прошлый раз на президентских выборах тоже был антирекорд явки, а сейчас еще меньше. То есть, там 40% официальной статистики. Она может быть там немножко приукрашена даже. И при этом, если раньше у нас была точная тенденция, как примерная, последние выборы Меджлис и двое выборов этого года и 4 года назад, и последние выборы президентские, когда Россия выигрывала, говорили нам о том, что сужается количество людей, которые приходят на выборы. Это значит, что остаются только лоялисты. Это значит, что консерваторы набирают больше. Теперь у нас получается, что еще сильнее снизилось количество людей, которые участвуют на выборах, но в этой ситуации консерваторы все равно не набрали большинство. То есть, понятно, что у них там разделился электорат между Галибафом и Джалили, и из-за этого во многом, наверное, это произошло. Но, тем не менее, даже в этой ситуации у нас получается, что условно протестный, очень условно еще раз протестный кандидат, но он набирает даже в этой ситуации примерно треть голосов. То есть, я думаю, конечно, что это свидетельство о том, что протестные настроения, недовольство в обществе, апатия в обществе, она усиливается. И вот то апатия, которая царит в лагере условных реформаторов, она еще и добавляется тем, что, похоже, и среди лоялистов условных, опять же, вот тех, которые обычно ходили все-таки на выборы, среди них тоже появляются вот эти настроения, попытки проголосовать протестно, как-то выразить свою позицию тем, что они тоже не согласны. Так что, в целом, тенденция, я думаю, она достаточно, скажем так, любопытная, и для властей иранских она, конечно, должна быть тревожная, как бы еще более тревожная, чем она была до этого. Да, вот Галибаф, если кто не знает, это спикер парламента Ирана, Мохаммад Багер Галибаф, он занял третье место по итогам первого тура и действительно не прошел во второй тур. И о шансах представителя консерваторов Саида Джейлиля во втором туре мы чуть позже поговорим с вами. Все-таки я хочу начать разговор о нем с того, кто он такой, да, чем он известен, какими своими действиями он обратил на себя внимание. Ну, прежде всего, нужно понимать, что это как раз человек от духовного лидера практически напрямую. То есть, он работает в аппарате духовного лидера, он человек, который, в общем-то, очевидно и оказался в этом списке, потому что его от этих сил и представили. То есть, он среди всего вот этого спектра людей был ближе всего к духовному лидеру. И надо сказать, что сейчас на выходе мы видим достаточно полярную историю, в том смысле, что во второй тур прошли представители двух самых крайних позиций, которые были представлены среди избирателей. То есть, с одной стороны, это пусть и условный, но все-таки реформатор, а с другой стороны, Джейлили, который выступал с самыми консервативными заявлениями. То есть, вот шесть кандидатов было, из них пять человек критиковали действия полиции нравов. Они так или иначе говорили, кто-то больше, кто-то меньше, про то, что вся ситуация эта не очень хорошо сказывается на происходящем. И надо что-то делать. Джейлили был единственным, кто не критиковал действия полиции нравов. Он единственный, кто полностью отстаивал текущий курс. И это человек, который не призывал к какому-то большему диалогу с кем-то там, с иностранными государствами и так далее. То есть, у нас сейчас, в принципе, столкновение полярных точек зрения. То есть, насколько это возможно среди тех шести кандидатов, как скажем так, среди допустимого, потому что, опять же, они, конечно, все фильтровали базар, что называется, потому что, а бы что тут не скажешь, у тебя есть рамки. Но, тем не менее, среди вот этого, это две полярные точки зрения. И тем, как бы, это тоже по-своему интереснее. Но, опять же, если побеждает вдруг Джейлили, то тогда получается, что второй раз на выборах побеждает человек, который является представителем духовного лидера. И такого не было до Рейси никогда. То есть, до Рейси никогда от духовного лидера кандидаты не побеждали. Всегда была тенденция такая, что если духовный лидер кого-то поддерживает, даже неформально, он проигрывает на выбор. Потом, соответственно, у нас была история с Рейси, когда он выигрывает на выборах, но он выигрывал явно в ситуации, когда альтернативу никакую не допустили. И сейчас, соответственно, у нас получается, что Джейлили, на которого тоже не то, чтобы сильно ставили, но он как кандидат от духовного лидера все-таки набирает голоса. То есть, я не знаю, опять же, подтасован ли это частично, либо это все-таки действительно подлинно. Но, тем не менее, он выходит дальше. И если он побеждает, с одной стороны, то это получается, что, опять же, снова консолидация еще ближе, я бы сказал, вокруг духовного лидера. Если же он проигрывает, то это наоборот. Любопытная история, потому что у нас кандидат от духовного лидера проигрывает во втором туре. И, опять же, это потенциально может как-то возродить какую-то политическую жизнь, я бы сказал, в Иране. Потому что последние, получается, 5-6 лет почти, как минимум с момента избрания Рейси, у нас политическая жизнь в Иране, ну, не то чтобы она прекратилась, но она стала абсолютно какой-то монотонной и интересной, потому что были все одни консерваторы и все, больше никого. То есть, конечно, победа Пизышкина могла бы как-то это немножко разнообразить. Хотя тоже тут нужно понимать, что, еще раз, он реформатор очень такой аккуратный и очень в рамках дозвольного. Ну, и, наверное, важно сказать контекст, о котором мы говорим, почему, как вы сказали, из 6 кандидатов 5 критиковали действия полиции нравов, ее еще называют назидательными патрулями, если быть буквально точными. Все это происходит последние несколько лет из-за как раз массовых протестов, которые начались в 1922 году после гибели Максы Амини, которая была избита сотрудниками вот этих вот патрулей полиции нравов после ареста за неподобающее ношение хиджаба, вот о чем мы как раз говорили. Поэтому эта тема не просто возникла из ниоткуда, а это одна из самых горячих тем применительно к социально-политической ситуации в Иране последних лет, вот правильно я понимаю? Да, именно, то есть у нас, получается, 22-й год, он стал апогеем этого процесса, потому что полиция нравов, она достаточно давно существует, и там были моменты, когда при Ахмани Жадина больше была задействована и гораздо жестче действовала. Потом при Рухани она не пропала, но ее почти было не видно, она там в каких-то крайних случаях могла только о себе заявлять. А потом приходит Рейси, то есть консерватор, соответственно, он побеждает на выборах, и постепенно, тоже не торопясь, но постепенно плавность становится все больше и больше, она все более решительно действует. И тут происходит вот этот эпизод, где, видимо, по недосмотру, наверное, полиция нравов все-таки, или там по какому-то стечению обстоятельств, она действует чуть более жестко, чем обычно, она действительно, судя по всему, избила эту девушку, и это становится эффектом взорвавшейся бомбы, то есть население выходит на улицы, несколько месяцев продолжаются эти протесты, и, в принципе, я бы сказал, что этот протест он полностью даже не исчерпал себя, потому что то там, то тут все еще происходят какие-то протестные акции, конечно, и того масштаба, но все равно. И в этом состоянии общество и государство живет уже, получается, примерно почти два года, и это, понятно, что не единственная проблема далеко, но полиция нравов и хиджаб, они стали квинтэценцией, скажем так, противостояния именно против Исламской Республики, потому что все протесты, которые были до 22-го года, они в большей степени имели какой-то подтекст, не столько направленный против системы как таковой, сколько против каких-то моментов, которые нужно исправить. экономического положения, там, пересчета на выборах конкретно, как в 2009 году, против повышения цен или чего-то такого. В 22-м году это первый протест, который вот так полностью и ясно говорил, нет, нам ничего не нужно, просто мы против Исламской Республики, то есть вы должны уйти, и это единственное, что нам нужно. И вот это как символ, хиджаб как символ, наверное, один из самых основных символов Исламской Республики, и против него выступали вот эти все люди. Не только против него, но это одно из, и одно из самых основных, именно с точки зрения символического значения. И понятно, что поскольку большая часть населения в той или иной степени выражала свое недовольство по поводу этого, либо по поводу хиджаба как такого, либо по поводу действий полиции нравов, неважно, то не могли не прореагировать на это в нынешней ситуации и политике. И опять же, 5 из 6 говорили, что все не так хорошо, как нужно. Понятно, что они все говорили только то, что можно говорить, но тем не менее это говорит нам о том, что на самом-то деле элита хорошо понимает, что проблемы-то серьезные, на них нужно как-то реагировать. И опять же, наверное, пока духовный лидер нынешний у власти серьезных изменений здесь ожидать не стоит, но он рано или поздно уйдет, я напомню, ему там 86 лет, и, в общем-то, наверное, это не за горами его уход. И там, соответственно, уже эти люди, которые все понимают, что нужны какие-то перемены, они могут проявить себя с какой-то стороны. Другой вопрос, мы не знаем с какой, какие перемены могут за этим последовать. Да, с другой стороны, вы уже об этом сказали, что самая низкая явка за все время существования Исламской Республики была на этих выборах 40%. Хочу вас спросить, почему я какое-то время назад говорил с объявленной агентом Екатериной Михайловной Шульман, и она просто приводила пример Иран как тактику оппозиции, заключающейся в таком полном игноре выборов. Да, вот это был как раз наш разговор накануне президентских выборов в России, и она сказала, что вот можно так, как делают в Иране, да, можно иначе, можно какую-то другую тактику использовать. То есть можно сказать, что это такое вот действительно, ну не то чтобы ноу-хау иранское, но тем не менее это такая постоянно действующая тактика игнорирования невзаимодействия с властями и с организуемыми ими какими-то электоральными действиями. Я бы тут все-таки немножко не согласился в том смысле, что мне не кажется, что явка низкая является прямым следствием именно тактики какой-то. Мне кажется, это просто общая политическая апатия. Дело в том, что когда мы посмотрим на явку в принципе на выборах иранских, то она достаточно живая, она идет то вверх, то вниз, и как правило, то есть не как правило, всегда, она идет вверх тогда, когда выборы максимально конкурентны. То есть когда максимально интересны диалоги, максимально интересно какое-то противостояние, то есть больше всего была, конечно, самая большая явка в 2009 году, когда Ахмадинежад спорил с миром Хусейна Мусави, и вопрос тут был принципиальный, что действия Ахмадинежада не нравились значительной части общества, может быть, большей части общества, и, соответственно, Мусави олицетворял там реформатора, который должен с этим справиться. И вот на этом как бы принципиальном моменте это была очень жесткая борьба, и, судя по всему, победил Ахмадинежад тогда с фальсификациями, тогда же была и максимально высокая явка. И дальше, соответственно, еще раз, меньше конкуренция, явка падает, больше конкуренция, больше накал, явка идет вниз. И поэтому я думаю, что в целом мы видели, что тенденция-то последовательная, и здесь скорее связано это, наверное, с тем, что просто население не видит интереса сейчас в этих всех выборах, оно не видит, как они могут повлиять всерьез на их жизнь, и поэтому они как бы не идут к этому, конечно, добавляются и призывы оппозиции, но, опять же, эта оппозиция в основном все-таки зарубежная, это не оппозиция внутри страны, внутри страны оппозиции не системы и нет как силы, вот она есть только за рубежом. И я бы не переоценивал ее влияние. То есть, конечно, в каком-то смысле да, но это все-таки, знаете, слишком просто всегда объявить свою победу, когда у тебя снижается явка тем, что вот у нас тактика бойкота, и поэтому любая низкая явка будет нашей победой. То есть, позиция это, конечно, делает, и, наверное, и должна это делать, но я все-таки думаю, ключевой здесь не тактический подход, не мобилизация, а как раз общая апатия политическая, которая сегодня в Иране царит, и это, наверное, является главной тенденцией сегодняшнего времени в Иране. Ну, а второй тур, он будет интересным для избирателя в этом смысле, поскольку вы описали это как противостояние ультраконсерватора Джалиля, на которого еще верховный лидер делает ставку, и с другой стороны самого умеренного кандидата. То есть, это выглядит все-таки даже в рамках вот той системы, которую вы описали, как некий интересный, конкурентный и в каком-то смысле однозначный выбор, да, между кем-то, кто представляет вот эти вот силы, связанные с людьми, которые делали фактически исламскую революцию в 79-м году, ультраконсерваторами и теми, которые хотят перемен в рамках понятной системы. Но, тем не менее, кажется, что тут выбор все-таки есть, и это может быть интересно. Ну, в общем, да, конечно, кажется, что интересно, кажется, что действительно, две полярные точки зрения. Тут есть достаточно такая четкая грань, как и почему нужно голосовать. Другой вопрос, что, опять же, выборы в Иране все-таки остаются как бы достаточно штукой непредсказуемой. Вообще, на самом деле, достаточно часто происходило так, что побеждал кандидат, на которого не ставили. Хатами побеждал тогда, когда на него не ставили. Ахмадинжат на первых выборах побеждал, когда на него не ставили. Когда Рухани побеждал, это тоже было совсем неочевидно, что его будет победа. В общем, тут могут быть сюрпризы, но как бы с точки зрения формального какого-то наблюдения, ну, выглядит как будто бы да, как будто бы это стало сильно интереснее, как будто бы это должно привлечь какое-то внимание людей. Но так ли это будет на самом деле, я, честно говоря, уже рискую тут делать какой-то прогноз, потому что, еще раз, мне казалось на начало выборов, что более-менее все понятно, что у нас есть зацементированная поляна, есть только консерватор, есть только Галибав, потому что у него есть какая-то поддержка, он сейчас вот выиграет, и все, все очевидно. А вдруг раз, и оказывается, что все далеко не так очевидно, что апатия, она увеличивается, но это еще не значит, что побеждают консерваторы. То есть вот это совершенно, мне кажется, новая тенденция. Опять же, если это, конечно, не все подстроено, что можно поверить, но мне кажется, что все-таки все не так просто. Так вот, что вместе с апатией даже среди лоялистов появляется некоторое протестное настроение, и если это так, то это совершенно что-то новое состояние общества, которое и мне сложно предсказать. Поэтому, опять же, чисто формально кажется, что да, явка должна быть побольше. Я бы не ставил на то, чтобы она там была сильно больше, но она может подрасти. Но что там будет на выходе, и кто с ней сделает. Опять же, как с ней сыграют, то что тоже не нужно забывать, что выборы в Иране не очень-то прозрачный процесс. То есть вроде как их не сильно фальсифицируют, кроме 2009 года, но опять же мы до конца не знаем, что там происходит внутри. Там все-таки международных наблюдателей нормальных-то особо-то и нет. Так что в этом смысле тут много-много моментов, которые не дают нам возможности как-то более-менее четко на это смотреть и предсказать. 2009 год – это президентские выборы, насколько я понимаю, когда победил Ахмадини Жад. Да-да-да. Ну, вы сказали уже и признались в том, что прогнозист из вас вот именно на этих выборах получился не очень удачный, потому что вы ставили на Галибаф, а он занял третье место и вообще не прошел. Поэтому я так понимаю, что задавать вам вопрос о том, кто станет президентом Ирана, ваш прогноз – Пизышкиан или Джариль – лучше не надо, да? Потому что вы, наверное, такие прогнозы делать не будете, или все-таки на основании какого-то анализа вот можно предположить, кто из них станет? Но тут, давайте, тут уже, поскольку здесь либо красное, либо черное, тут остается не так много вариантов, то здесь в целом выглядит это достаточно с точки зрения какого-то анализа примерно просто, что если мы представляем, что у нас консервативный электорат разбился на две группы, одна голосовала за Джарли Ли, другая за Галибафа, теперь, соответственно, Галибаф выбыл, соответственно, у консерваторов должно быть больше поддержки. То есть в этом, при вот таком подходе, очевидно, побеждает Джарли Ли. Но при этом, если вдруг срабатывает мобилизационный механизм, и не те же самые приходят на выборы, а к ним еще прибавляется какая-то часть протеста настроенного населения, тогда, конечно, побеждает Пизышкиан, потому что просто, когда у вас низкая явка, даже небольшой прирост, он сразу как бы влияет заметно на результат. Так что я тут, опять же, прогноз уже в этой ситуации давать не буду, но здесь развилка достаточно понятная, да, то есть удается мобилизовать население на какое-то, либо самим реформаторам, либо вдруг само население понимает, что им это как-то интересно. А еще раз, выборы-то получаются интересными, как ни странно, вдруг, да, хотя, казалось бы, предыдущие выборы, как президентские, парламентские, двое последних выборов парламентских были абсолютно неинтересны. Они были, ну, понимаете, это последние, получается, четыре года примерно, да, то есть в 20-м году у нас были Меджлисы выборы, потом в 21-м, соответственно, у нас РАИСИ, и вот нынешний год Меджлис. Но это все была абсолютно какая-то вот монотонная история, как всех не допускают, остаются практически одни консерваторы. Да, там есть какие-то люди, которые что-то с чем-то там у них кажется, но в целом это вот консервативная поляна и больше ничего. И вдруг у нас получается, что все не так однозначно, и поэтому, в принципе, для мобилизации есть основания. Но будет она или нет, сработает ли она или нет, это большой вопрос. Да, и еще один важный аспект, о котором, мне кажется, нужно поговорить в завершении этого подкаста. Этот аспект связан с тем, что нынешний верховный лидер Айатала Хаминеи был президентом Ирана с 1981 по 1989 год. И, собственно, в 1989 он и стал верховным лидером. То есть пост президента был для него, по сути, ступенькой на пути к этой высшей должности в Иране. Он не молод, вы уже об этом говорили. И получается, что возникла ситуация, при которой у будущего президента, у того, кто выиграет в эту пятницу, да, наилучшие шансы, возможно, наилучшие шансы занять пост верховного лидера Айаталы, да? Ну, я бы так, конечно, однозначно про это не говорил. Потому что, как показывает практика, у нас получается, что пост духовного лидера занимает не тот человек, который должен это сделать. То есть вопрос в том, что по опыту предыдущему у нас получается, что духовным лидером становится тот человек, то есть, вернее, решают, кто им станет, те люди, которые оказываются наиболее сильными в конкретный момент транзита, да? То есть вот в какой-то момент они становятся более сильными, и они приводят своего кандидата к выборам. То есть здесь все не так однозначно. Тогда это получилось, что Хаминеи вместе с Рафсен-Жани, они вдруг попилили власть и пошли дальше. Один стал духовным лидером, другой президентом. То есть Хаминеи стал тогда духовным лидером из президентского кресла, а из парламента, глава парламента Рафсен-Жани стал президентом Ирана. Так вот, но сейчас все это может так не работать. Это первая история. А вторая история, которая более, наверное, очевидна и лежит на поверхности, у нас ни Джалили, ни Пизычкиян не обладают духовным статусом. Они не из духовенства. Соответственно, они просто не могут даже по формальным причинам претендовать на пост духовного лидера. Да, потому что великий Айатала – это духовный пост, да? А лидер – да, это уже, собственно, немножко... То есть, по сути дела, это совмещение двух ипостасей в одной, да? Вот на посту руководителя Ирана. Ну, получается, что есть, с одной стороны, вот эти духовные статусы. Это, условно говоря, можно сравнить с доктором наук в академической среде. То есть, у вас должно быть какое-то образование, раз. Потом, мало того, что образование у вас должно быть определенная степень в этой среде. Причем даже не просто степень, а, скажем так, вы не просто должны быть кандидатом наук, а должны быть доктором, обязательно, наук, да? То есть, у вас должна быть особая степень, вы должны быть марджой, марджотахли. Вот. Только тогда вы имеете право претендовать на пост духовного лидера. Надо сказать, что Хаминеи, когда это произошло, он не обладал этим статусом. Он был духовным лицом, но он не был маржей Но тогда это очень просто решили Были там пара финтов ушами И его сделали и без этого То есть он потом постфактум его признали Дали этот статус и все Но он хотя бы был духовным лицом Он хотя бы был в челуме с духовным образованием И с определенным рангом и статусом Тут у нас получается, что Любой, кто побеждает, они не обладают У них нет в принципе духовного образования И они по формальным критериям Ну никак не проходят То есть РАИСИ мог, поэтому на него многие ставили А из этих двух никто Другой вопрос, что тем не менее Не обладая даже статусом, вы можете влиять На принятие решений То есть вы можете, обладая вот именно постом И соответственно каким-то аппаратом И увеличивая свое влияние внутри системы На это оказывать влияние Так что в любом случае, кто бы ни стал президентом Если на его срок приходится транзит Он имеет шансы Больше влиять на происходящее Так что это важно А то, что станут, они не станут, но еще раз Видимо не станут, ровно потому что просто они Формальным критерием не могут им стать Но тем не менее на кону, как вы описали Очень-очень много вот именно на этих выборах Президентских выборах в Иране И как вы уже сказали, Никита Это очень интересно Именно в этом конкретном случае Спасибо вам огромное за эту беседу Мы будем следить за тем, что будет происходить На этих выборах Подробности о голосовании Можно будет прочитать в том числе и на нашем сайте BBCRussian.com Там же выходит и наш подкаст Что это было Добавлю еще раз, что я беседовал с экспертом по Ирану И автором телеграм-канала Дежурный по Ирану Никитой Смагиным Очень советую вам подписаться на его телеграм-канал Еще раз скажу, что слушали вы подкаст Что это было Мы публикуем его в соцсетях Подкастах Apple На других платформах В том числе и на YouTube Пожалуйста, подписывайтесь на нас Оставляйте оценки Ставьте лайки И комментируйте Меня зовут Олег Антоненко Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому